Мы с вами повторяем материал по правилам молитвы, повторяем на примерах жизни. И я бы хотел продолжить эту тему таким образом, чтобы вставал какой-то человек, который реально уже это делал. То есть то, что мы прошли с прошлого раза, материал нужно закреплять. Мне очень важно, чтобы сейчас, с этого момента, мне вопросы задавали люди только по молитве, и только если они это уже делали. Других вопросов пока не нужно. Только вот это, потому что сейчас у нас такая тема беседы, и ответы на вопросы уже закончились. У кого есть вопрос по молитве, и кто уже тренировался по той практике, которую я предложил на прошлой лекции? Поднимите руку. Хорошо, вот мужчина, микрофон. Не стесняйтесь, это поможет всем, это на благо всех, мы будем с вами общаться. Очень ценная беседа, она поможет очень сильно. Добрый вечер. Да. Попробую поверить? Да, то есть вы должны сказать, что вы делали, и что вам непонятно, или может поделиться вы хотите своим опытом. Не обязательно вопрос даже задавать. Можете просто сказать, как вы действовали, и что получилось. Этого достаточно. В начале, на первом этапе, когда у вас сложно сконцентрироваться именно на Бога Святого, и как вы победили эту сложность? Сложность все-таки концентрироваться. Как вы ее победили? Как я ее победил? Да. Я здесь еще до сих пор, вот в начале, я... У вас есть трудность в жизни? Ну, как у всех, они большие. Нет, сейчас большинство людей на Украине очень большие трудности. Поднимите руку, у кого большие трудности сейчас в жизни. Понимаете, достаточно много людей. Если нет трудностей, концентрация бывает только в двух случаях. Первый случай — это вкус к молитве, когда вы любите такую жизнь. Второй случай — это трудности. Невозможно концентрироваться просто так. Есть еще один способ концентрации, я вам сейчас его объясню. Этот способ помогает всегда и всем. Знайте, что концентрацию усиливает аскеза, которая связана с положением тела. Если, допустим, вы встанете прямо, неподвижно, вообще не двигаясь, то сначала ваше тело начнет затекать, и будет бунтовать страшно ум. Он будет против, и у вас концентрация на молитву будет снижаться сначала. Но если вы все-таки продолжаете следовать этой практике, и вот так твердо стоите, неподвижно, то потом дальше начнет затекать тело. В это время начнет повышаться концентрация, и вам надо концентрироваться на звуке. Первое, на чем надо концентрироваться, — это на звуке. И потом, когда вы будете слышать звук, и пойдет вдохновение в сердце, тогда надо начинать концентрироваться на образе святого ум. В это время у вас появится страх в сердце, что с телом может произойти что-то не так. тело станет как будто все сольется, вот такое, как свинцовое станет. И вы пытаетесь думать о святости, и при этом эту святость понимать, как чистое и светлое что-то, что помогает вашему телу также. И в этот момент вы почувствуете, что вот эта вот тяжесть, она превращается в легкость постепенно. У кого-то с головы начинается, у кого-то с ног, с рук. И постепенно тело превратится в такой легкий-легкий такой, как бы, концентрированный такой, как бы, как гламират. И в это время у вас будет просто феноменальная концентрация на молитве. Должение тела не менять. Не менять. И вы знаете, что после этого у вас в теле вот какой-то вид хронических болезней пройдет. То есть это также является мощнейшим лечением. Для лечения, в принципе, больше ничего не надо, чем вот это неподвижное состояние тела. Я так делаю каждый день. Есть несколько позиций тела. Смотрите, я сначала отвечу, потом еще раз. Отойдите, чтобы на вас люди не отвлекались. Вот. Есть несколько позиций тела, которые усиливают концентрацию. Все они служат разным целям. Например, когда человек вот так стоит неподвижно, он вырабатывает себе терпение. Вот, допустим, есть ситуация дома, допустим, алкоголик там, или на работе деспот какой-нибудь мучает. Или, допустим, кто-то болеет сильно. Нужно ждать, чтобы вылечиться от человека. Стоя. Вырабатывает терпение. И увеличивается концентрация на звуке. Дальше, второе положение тела. Стоя на коленях. Когда человек стоит на коленях, он не просто терпит, он вырабатывает смирение. У него есть возможность принять что-то в жизни. Допустим, муж изменил. Стоя уже не поможет. Потому что это не вытерпишь. Это надо принять. И тогда вы стоите на коленях. Когда человек стоит на коленях, прямо на коленях, прямо тело и вот так на коленях, прямо, то в это время он принимает ситуацию. Он становится смиреннее. И это смирение, оно дает возможность простить. Допустим, муж гуляет, и жена его простила. Когда она простила, что происходит? Она карму свою побеждает. У него уже нет стимула гулять. Если у него нет стимула гулять, значит, просыпается совесть внутри. Он каждый раз, когда идет от жены туда, у него вот здесь вот мучает его. Потому что он уже это не имеет права делать. Потому что всегда близкие что-то делают, они всегда делают санкционированно, из сердца. Потому что так отрабатывается судьба. Но когда в молитве человек побеждает, судьбу вот так стоя на коленях, смиренно, прощает, то у человека уже нет возможности это делать. У него уже нет силы, вдохновения. И он уже потихоньку возвращается назад. Следующее положение тела – это когда человек стоит на коленях и садится на ягодице. Сидя на ягодицах, когда он так сидит, то это положение тела вырабатывает волю. Человек становится устойчивым к достижению цели, волевым. И в каждом этом положении тела надо ждать, пока тело затечет, потом расслабится. А после того, как оно расслабилось, появляется усталость начинает. В этот момент сразу надо поменять положение тела. Нельзя ждать, когда усталость разовьется. Значит, сначала тело цепенеет, потом становится лёгким. После этого через некоторое время надо менять положение тела. Несколько положений тела можно использовать во время молитвы. И в каждом надо неподвижно находиться. Нельзя шататься. Как только человек начинает шататься, то разум становится слабее ума. Наш разум должен быть сильным. Разум усиливается через звук. Когда человек слушает голос святого человека, то разум становится крепким и сильным. Сильнее, сильнее, сильнее. Когда разум достигает достаточной силы, чтобы бороться с судьбой, ваш голос собственный в этот момент, который вы в это время тоже произносите, ваш голос начинает идти вот отсюда в этот момент. И он сливается со звуком святого человека. Вместе получается, вместе, но отсюда уже. И вот когда разум сюда пришёл, тогда начинается работа над судьбой. Следующее положение тела называется поза бабочки. Это из санскрита, из йоги. Ладошки вот так, стопки вот так, коленки разводятся по сторонам. Но тело немножко подсогнуто. Это положение тела предназначено для победы над половой энергией. Когда у человека очень сильные безудержные желания, он не может справиться со своими желаниями, когда у него сильный гнев, сильная обида, сильная зависть на кого-то, злоба на что-то, на какую-то ситуацию, то это работает вожделение. Или просто вожделение, ну то есть сильное желание секса там и так далее. У женщин это выражает в сильном желании, чтобы кто-то был рядом, такое невыносимое. Тогда вот такая позиция поза бабочки, и она сначала не имеет всё тело, как я говорил, а потом раз, и проходит это желание. То есть вожделение уничтожается этим положением тела. Поэтому многие монахи в ведической культуре вот сидят в этом положении и читают молитву. Следующее положение тела называется поза лотоса или падмасану. Это надо с инструктором делать, и не сразу. Можно, в принципе, одну ногу на соседнее бедро вот так заносить. Одну ногу, а вторая вот так вот лежит. И так читать. Это увеличивает концентрацию мыслей. Допустим, вам трудно создать мыслеобраз. Вы думаете о святом человеке, не можете, или событии о земле святой, не можете думать, потому что расплывается в голове. Падмасану сделали, вот так сели. И руку, в которой нет чётки, то есть чётки в правой руке, в левую руку вот соединяете, палец вот этот называется воля, а вот этот я, волю с собой соединяете, получается концентрация внимания. Такое положение рук. И в это время, вот если у вас одна нога вот так ещё лежит, то у вас появляется чёткая способность концентрироваться на образе. Следующее положение тела, это вот одна нога за другой вот так вот кладётся. И положение тела предназначено для успокоения. Когда человек не может успокоиться, он вот так садится и его успокаивает. Я вам, в принципе, рассказал все основные положения тела, в которых нужно это молиться. Если вы молитесь во время ходьбы или покачиваетесь, у вас ничего не получится. Нужно сидеть неподвижно и вот в этих вот, в основных положениях тела, которые... Как? Кланьтесь. Можно кланяться во время молитвы. Но для того, чтобы молиться правильно, сначала не кланьтесь. Сначала дойдите до определённого состояния, в котором вы чувствуете голос сильно, ваш звук идёт из сердца, и вы погружены в молитву. В это время уже возвышенные образы идут в сердце. Вы забыли уже про свои проблемы, и тогда можно начать поклоны. Раньше, если вы начнёте, то вы просто не будете сосредотачиваться, вы будете в рассеянном состоянии. Можно кланяться мысленно в тот момент, когда вы достигаете концентрации, набираете обороты внутренние. Дальше. Я вот этот раз пробовал вот эти позы, и проблема была именно в теле, когда оно начинает резать икать, или болит, и неудобно, некомфортно молиться. Да, ум сначала бунтует, но надо перебороть себя в этот момент. Надо расслабляться, а не менять позицию. Ну, я пошёл по другому пути, я всё-таки взял обыкновенную сидячую воду, когда ты просто сидишь. И концентрация. Мне легче было концентрироваться. Но всё равно вы задаёте мне вопрос, как повысить концентрацию. Объясняю ещё раз, более глубоко. У нас в организме есть психические каналы тонкие. Эти психические каналы, когда они чуть-чуть забиты в организме, теряется концентрация. Для того, чтобы их прочистить, для этого существует несколько способов. Можно до молитвы прочищать эти тонкие каналы задержками дыхания. Просто делать вдох и на выдохе задерживать дыхание. И даже медленно-медленно выдыхать. И так сделать раз 15-20. Этот способ помогает, но не слишком сильно. А вот тот способ, который я вам сказал, помогает супер просто. Поднимите руку, кто добился того, что тело всё-таки расслабляется после онемения. И вот, девушки, дайте микрофончик. Она сейчас расскажет, что произошло, как она этого добилась. Нам нужен опыт и положительный. Только я могу это делать. Это, кстати, вылечивает заболевания также в организме. Это может быть стимулом для вас. Вы можете от всех хронических болезней избавиться от этих методов. Да? Здравствуйте. Ну, я после этого не меняю положение тела. Ну, это так и есть. Сначала всё затекает. Ну, а как вы не меняете? Ведь просто ум с ума сходит. Ум с ума сходит. Он начинает кричать. Сейчас заболеешь. Всё, сейчас, всё. Сейчас как бы у тебя там всё отвалится. Так или нет? Нет. У вас нет такого? Значит, вы тренированный человек. Вы спортом занимались, да? Ну, да. Ну, видите, у вас есть тренировка. А так, в основном, у людей бунтует ум настолько сильно, что не дай Бог. Надо начинать с простых позиций. Вот, допустим, стоя. Когда затекаешь, не так страшно. Когда ты там сидишь в какое-то положение неестественное для себя. Нужно начинать с простых положений тела. И в них проще будет преодолеть этот барьер. А когда вы его будете преодолевать, тогда вы поймёте, как это делается в других положениях тела. Я таким образом, во время... Я делаю гимнастику, которая снимает у меня напряжение во время поездок. И я тоже во время этой гимнастики молитву читаю тоже. Потому что надо же что-то делать. И просто там гнуться в состояние. И молитва, она ещё лучше во время этой гимнастики. Рецентрация ещё сильнее. И представьте, что я за 40 минут, мне 50 лет, я сгибаюсь пополам полностью. Вот так вот. Попробуйте пополам. Я если сяду, я даже не могу сначала вперёд нагнуться. У меня тело вот так вот. А потом через 40 минут я уже согнут пополам. И вот через это расслабление идёт постепенно. И вот такое... Я сгибаюсь вот так полностью. И потом так же мостик делаю, разгибаюсь назад. И в это время проходят все болезни. И концентрация на молитве также через эти упражнения становится сильной. Но я вам не советую именно эти упражнения использовать для основной молитвы. Лучше всего делать в тех положениях тела, которые я рекомендовал сейчас, с самого начала. Вы просто... У вас не получилось. Вы не поверили в это. Вы поверьте, и вы увидите, как сильно это действует. Концентрация такой сильной становится, что реально ты чувствуешь, что ты можешь победить судьбу. С помощью вот этой аскезы увеличивается концентрация. Это люди использовали с древних времён такие вещи. Я могу вам сказать, что я сам первый раз обратил внимание на эти процессы. Я интересовался православием для этого и ездил в Сергиев Посад. Мне было, наверное, лет 22, наверное, где-то вот так вот. И там было ночное обдение. И я просто стоял неподвижно. Все люди стояли. Там все стояли. И я тоже стоял. И я чувствую, что я не могу стоять. А остальные люди стоят крепенько так. И я спросил женщину рядом. И говорю, посоветуйте, что мне делать. Что-то мне тяжело стоять. И меня даже побалтывать начало. Уже так голова закружилась. Она говорит, не двигайся. Тебе сначала будет плохо. А потом, если ты будешь продолжать не двигаться, тебя отпустят. И ты можешь всю ночь стоять потом. Я так и сделал. Я сначала начал не двигаться. У меня все тело затекло. Потом раз, и легкость такая начала появляться. И после этого сильно-сильная концентрация. Я так долго стоял очень. Я не помню, я всю ночь там простоял. Не всю. Но я реально как бы помню, что очень долго. И мне очень понравилась такая практика. Это первый раз было вообще, как бы это никак с ведоми не было связано. Люди это используют интуитивно в разных культурах, традициях, этих вещей. Ну, рассказывайте. Как вы все-таки делаете? Что у вас происходит? Девушка, которая взяла микрофончик. Ну, должно быть. Нам нужен ваш опыт. Да. Ну, я начинаю все так. Сейчас, честно скажу, венюсь. Вот. Ну, обычно... А знаете почему? Потому что все хорошо стало. По той же причине. Человеку же много не надо. Все хорошо стало. И до свидания, молитва. Пока грамм не глянет, мужик не перекрестится. Ну, рассказывать. Как было, когда они ленились. Да. С утра, цурья, намаскар. Потом какая-нибудь дыхательная, легкая практика. И после этого начинаю медитацию, молитвы. А, вот вы упражнения делаете, и поэтому вам помогает, да? То есть вам легче после упражнений. Хорошо. Я понял. Сказать нечего вам. Да. Да, вот мужчина. Дайте мне микрофончик. Ну, вы продолжайте. Можете попросить Господа трудностей. Он даст и опять молиться захочет. Да? Нет, не слышите. Да? Здравствуйте. Подальше микрокон от арта. Так, говорите. Можно вставать. Ну, можно вставать, можно не вставать, как хотите. Ну, я туда сидя попробую. Я расскажу о своем опыте. Для меня это очень важно. И если вы спросили поделиться, то вот, пожалуйста. С самого детства я ощущал, ощущал, что у меня есть какое-то общение, ну, что-то меня, как бы, вот с Богом я всегда в детстве разговаривал. Ну, это было так, чисто интуитивно. Это было с прошлой жизни. У вас есть опыт просто с прошлой жизни. Это делали. Сто процентов. Ну, вот как ощущаю, я так и говорю. И вот мне уже 32 года. Уже 32 года? Да. Ну, да, да, да. Я думаю, что постигли у меня большие трудности в жизни. Да. После которых мне торшунова попросил. Ну, какой торшунов, 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 торшунов. И я послушал. Начали слушать голос противный. Сначала, да? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Потом привыкли, да? Три месяца я слушал. И три месяца я каждое утро и каждый вечер молился. Начал в 5 минут, потом дошел в 3 минут. Знаете, что в это время мне надо делать? Думать о своем наставнике каком-то. Конечно, помогает избавиться от гордости. Дать я хвалю. Просто я комментирую. Да, да, да. Конечно. Я к тому, что в этот момент... Ну, мне было очень сложно. Были очень большие трудности. И вот этих трех месяцев мне как бы хватило. Все исчезло. Вообще все трудности. Стало очень легко жить. Просто невероятнейшие. Такие вот... И я, естественно, прекратил это делать. Да. И пока что живу, как вот всей этой памятью. Но вот чувствую, что... Конечно, чтобы я вам пожелал трудностей, чтобы... Нет, 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 пожалуйста, не надо. Видите, у всех одна и та же проблема. Бог никому не нужен, да? Всем нужно счастье. Счастье пришло, Бог, до свидания. Но мы стараемся. Хорошо, я согласен. Это так идет процесс. Первая стадия такая. Но самое удивительное заключается в том, что большинство людей живут только в трудностях. Понимаете? Причина, почему они так живут. У них нет образования. Они не знают, что... Трудности преодолеваются просто отношениями со святостью. Видите, вы говорите, просто три месяца и все. У вас жизнь наладилась, нет? Конечно, наладилась. И продолжает ладиться еще. Большинство людей не знают об этом ничего. Они думают, что это невозможно. Вот моя... Они думают, у тебя там... Какие у тебя трудности вообще? Вот у меня какие трудности? И тут молитва вообще никак не поможет. Тут надо просто какой-то совет. На самом деле есть только один совет. Вот это практика, которая побеждает судьбу. Эта практика не мной придумана. Это делают люди тысячелетиями. Спасибо вам за ваш вдохновляющий опыт. Вы вдохновили нас. Это важно. Спасибо вам. Вдохновлять людей очень важно. Потому что нам не хватает веры. Нужна вера. Вот. Девушка. Нам важно слышать опыт. Опыт. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз. Включите выключение. Здорово. Доброго вечера. Я не была у вас на минулой лекции, но мне очень интересно послушать, о чем вы тут говорите. Я почти все понимаю. Давайте дальше. Ничего не стесняйтесь. Я попытаюсь понять. Кто-то поможет после чего. Молиться мне, на самом деле, легко. Когда я молюсь, я концентруюсь, уявляю Бога. И я уявляю, что я веду с ним діалог. И мне тогда легко сконцентрироваться. То есть я чувствую, что я обминююсь энергией с ним. Очень все правильно. Все правильно. Пока все правильно. И это позволяет мне перебиваться в стане молитвы в очень долгое время. Если я чувствую, что тяжело сконцентрироваться, я просто начинаю спочатку проговаривать молитву. Ну, вот это по-русски я не понял. Еще раз и еще раз начинаю сначала. Если я чувствую, что мне тяжело сконцентрироваться. Ну, в какой-то момент. И тогда я начинаю сначала. Вы звук слушаете? Звук святого человека? Да. Слышите? Да, он не понимает. Знаете, что это самое главное? Потому что есть два способа молиться. Первый способ — своими силами. А второй способ — по милости старшего. Когда человек молится своими силами, то эта молитва имеет очень слабый результат. Есть два способа молиться по милости старшего. Первый способ — помнить о наставнике в своем сердце и никогда не забывать его, когда голос не нужен. Вы по его милости молитесь и об этом только думаете. Второй способ — слушать голос и вспоминать милость наставника через звук. Это очень мощный способ. Он реально помогает. Если человек молится своими силами, это тоже работает. Но проблема заключается в том, что когда ему помогают, то он начинает так же думать, что он сам себе помог. Потому что я же сам молился. И здесь огвозка получается. Потому что на первых этапах развития духовного очень важно слушать голос возвышенного человека и связывать своё развитие с ним, а не с собой. Но всё, что вы мне сказали, мне очень нравится. Продолжайте эту практику. Особенно важно иметь эмоцию вот эту. Вы говорите о том, что вы беседуете с Богом, что вы как бы с Ним имеете отношение. Это очень важно. Но в какой-то момент ещё так же важно не просто общаться с Богом, а важно перейти на служение. Есть три типа отношений с Богом. Первый тип отношений — это просьба. Это самый низкий уровень отношений с Богом. Второй тип отношений — это познание. Когда ты беседуешь с Богом, эта беседа означает познание жизни. То есть ты общаешься с Ним и познаёшь мир таким образом. Он тебе рассказывает о том, как устроен этот мир, как правильно жить. Ты общаешься с Ним, получаешь знания от Него. И третий способ — это служение Богу. Вот этот способ самый сильный и мощный. Когда ты знания ставишь на второе место, на первое место я хочу жить для тебя. Я тебе хочу что-то сделать хорошее. Не себе, а тебе я хочу что-то сделать хорошее. Хорошо? Послышали меня? Спасибо. Я не всегда понимаю украинский язык, к сожалению. Простите меня. У меня Игорь, который даёт консультацию по здоровью, он шпарит на украинском. И иногда со мной на украинском разговаривает. Даже научил меня, как поздороваться со всеми сегодня по украинскому языке. Я всё забыл. Хорошо, спасибо вам дальше. Да, вот на первом ряду начали. Сейчас вам дадут попроход. Вы скажите, да? Да. А почему обязательно нужно, чтобы было какое-то несчастье? Почему обязательно ждать, когда придут какие-то проблемы? А может быть, совершенно по-другому? Столько ты мне даёшь? А вот у меня всё есть. Насколько я недостойный? Насколько я ленивый? Насколько я могу больше всего сделать? Я этого не делаю. Благодарю тебя за это. Ну почему так? Ну извини, каждый день каюсь, каждый день прошу и снова повторяю. Ну какой я недостойный? Как же я могу просить? Как-то так больше подходит. Спасибо вам. Сущая правда. Это так и надо делать, на самом деле. Так и надо делать. Есть два способа это делать правильно. Один способ так, как вы сказали. А второй способ, когда человек в беде, то он должен думать о Боге точно так же. Вообще, даже если человек находится в беде, он не должен думать о себе вообще. И для этого надо принять свою судьбу. Вот то, что было сказано сейчас, означает принятие. Без принятия невозможно дальше идти вперёд. Когда человек говорит, спасибо тебе за то, что есть, мне в принципе ничего не надо, я хочу тебе служить. То дальше всё равно происходит облегчение. Всё равно события жизни, они становятся лучше. Потому что Богу тоже не нравится, что мы страдаем. Просто есть два варианта. Или я сам решаю свои проблемы и не даю это делать Богу. Или я принимаю свою судьбу, как Юрий сказал. Я принимаю свою судьбу, и тогда начинает действовать Бог уже через сердце. Фактически нет другого способа с ним отношения строить. Первый этап означает принятие. Я со всем согласен. Спасибо тебе за то, что у меня есть. Мне ничего не надо другого в жизни. Я хочу просто служить тебе в том состоянии, которое у меня есть сейчас. И когда человек так настраивается, то тогда в этот момент Бог даёт ему возможности жить правильно, означать счастливо, означать без страдания. Но есть особая категория людей. Особая категория людей. Давайте поговорим о них, но мы к этой категории в основном не относимся. Есть особая категория людей. Эти люди, в принципе, не хотят жить счастливыми. Они надевают у себя кандалы, идут в пещеру. Они хотят страдать для Бога. Это очень высокий уровень развития Личности. И почему они хотят страдать для Бога? Потому что они уже испытали всё счастье в этой жизни. Видите, достаточно чуть помолиться, три месяца. И ты уже чувствуешь, что у тебя в сердце радость, сила. Ты можешь всё победить. И уже молитва не нужна. Мне и так хорошо. До свидания, Боженька. Всё, пока. Это наша природа, понимаете? Мы его не хотим, поэтому мы сюда и родились в этом мире. Не то, что вот мужчина открыл сердце. Это правда. Это мы такие, понимаете? Почему мы здесь страдаем, мучаемся? Потому что нам он не нужен. Нам нужна наша счастливая жизнь. Всё. В этом заключается наша проблема. Но если человек уже испытывает счастье отношений с Богом, счастье, все виды счастья в этой жизни он испытывает автоматически, и он всё равно понимает, что ему этого не надо, когда он на себя надевает цепи, идёт в пещеру или идёт в монастырь, и вообще просто всю свою жизнь посвящает Богу, и думает о нём, и увеличивает аскезы. Начинает стоять на камне три года, есть одну снык три года, ещё что-то, понимаете? То есть такой человек начинает раскаиваться за своё желание вообще жить без него. Но это очень высокий уровень. Вообще даже не пытайтесь его имитировать. Даже близко не пытайтесь его имитировать. Так делают уже возвышенные святые. Но вот в своей молитве доходить до такого состояния, что я ничего не хочу, Господь, мне всё устраивает. Тут муж ушёл, значит, так надо. Я как бы не против. Это означает уже связь с Богом. Когда человек связан хоть чуть-чуть с Богом, тогда у него это состояние в сердце возникает, потому что искусственно это не сделаешь. Всё равно человеку хочется, чтобы муж вернулся, понимаете? Невозможно это имитировать. Но когда человек молится Богу, у него появляется в сердце чувство, как ты хочешь, на всё воля твоя, а не моя. Как ты хочешь, пускай так и будет, но я хочу служить тебе. Когда человек достигает этого состояния, дальше, поверьте мне, однозначно, мужа начинает идуть назад. Понимаете? Без воли Бога ничего невозможно сделать. Если человек, но бывают такие люди глупые, которых даже тянет назад, они не возвращаются, тогда человек будет наказан уже. А вы, если молились и получили награду, получите ещё лучший человек. Никогда не бывает так, чтобы жизнь зациклилась только на одном человеке. Такого не бывает. Да, Бог сначала нас привязан к одному человеку, мы молимся, пытаемся, но если он не хочет, и ты чувствуешь, что ты всё сделал перед ним, вот это очень важно понять. Ты молишься, пытаешься его вернуть. Прошёл год, допустим, полтора раз, ты уже чувствуешь, что всё сделал для него. У тебя сердце спокойно к отношению к нему. Всё, значит, Бог даст другого сразу. Как только всё сделал, сразу другой появляется. Нет проблем. Богу важно, чтобы мы были счастливы и жили правильной, спокойной жизнью. Я надеюсь, что эта беседа, которую мы сейчас провели, она вдохновит вас вновь продолжать делать то, о чём мы говорили в прошлую лекцию. Я также завтра, в начале лекции, также напомню эту технику. Опять мы будем говорить о том, как концентрируется на звуке, как кланяться к святому и так далее. Мы будем об этом напоминать периодически, чтобы вы смогли разобраться в этом вопросе и бороться за свою судьбу. То, что сейчас происходит на Украине, это всего лишь означает объём работы и всё. Если вы возьмётесь все вместе сейчас, или мы все вместе, начнём молиться, то это всё закончится, понимаете? Это всё закончится, не будет больше страданий на этой земле. Страдание означает нехватка отношений с Богом, означает, что не хватает нам этих отношений. Если, понимаете, есть два состояния, два состояния в этом мире всего. Этот мир соткан из влияния времени. Время всё напрягает и старит. Тело от времени, влияние времени стареет. Время — непреодолимая сила, его невозможно победить. Но время иногда действует очень спокойно и плавно, не трогая события в этом мире. А иногда оно действует очень жёстко. Понимаете? Когда оно начинает действовать жёстко, то у людей происходят три стадии изменения сознания. Но это происходит не в теле. Время действует не только на тело, на грубое тело, не только оно его ставит и делает болезни в нём. Это тоже, когда время жёстко действует на тело, когда в теле концентрируется неправильная энергия, и наступает болезнь. Она преодолевается несколькими способами, любая болезнь. Первый способ — это пост, когда человек просто на водичке или на сырых овощах, или вообще ничего не ест. Этот пост побеждает ли они времени? То есть вот эта энергия времени, она где-то замыкает всё-таки внутри, а пост каналы психические укрепляет и расширяет. То есть пост противостоит времени. Понимаете? Второй способ противостоит времени, чтобы быть здоровым, — это задержки дыхания. Поэтому есть много дыхательных практик, они все помогают победить хронические заболевания. И третий способ борьбы с временем внутри тела — это гимнастики различные. Самые лучшие — это статические гимнастики, когда человек неподвижно или медленно сгибается. То есть статические упражнения самые сильные. Но иногда человеку помогает просто зарядка обычная, длительная, час, допустим, век, то же самое делает. Или, допустим, шейпинг, он там делает упражнения какие-то. Эти упражнения, они больше силы дают в работоспособность. Когда у человека много работы, он делает вот эти зарядки, упражнения, и у него появляется бодрость в организме, сила, способность трудиться дальше. А чтобы хронические болезни побеждать, нужно делать статические упражнения, неподвижные позы вместе с молитвой, вот эти, о которых я говорю. Потому что без молитвы вообще невозможно высидеть. Нужна сила откуда-то, чтобы пришла. Вот. Но когда время действует на психику, не на тело, не на грубое тело, то в психике появляется внутри, появляется три последовательных состояния, которые дальше разрушают жизнь. И они могут разрушать жизнь не одного человека, а целой нации или вообще целой земли. Первое состояние, когда время жёстко очень действует, наступает, — это состояние страха. Страх может по любому поводу, понимаете, начаться. То есть, ну, любое всё, что происходит, может восприниматься с очень большим страхом. Страх — это означает нехватка отношений с Богом. Когда человек концентрируется на молитве, у нас у всех есть отношения с Богом. Эти отношения выражаются в состоянии спокойствия. Вот когда человек говорит, «Мне хорошо, у меня всё спокойно, всё хорошо», это означает, что у него есть контакт с Богом. Бог, у каждого человека в сердце есть представительство Бога, понимаете? Это называется совестью, там, на санскрите «параматма», там, «сверхдуша». Это может, ну, как годно хотеть называться, внутренняя правда там. Вы можете как годно называть, но у каждого человека есть представительство Бога в сердце, и там оттуда идёт совесть, счастье, память о чём-то хорошем, победа над судьбой. Вот здесь сердце находится, чувствуется здесь. Всё это означает связь с Богом. И когда эта связь утрачивается в результате влияния времени, наступает страх, здесь же, вот в этом сердце, наступает страх. Когда у человека наступает страх, то нужно искать виновного. Поэтому вторая стадия называется двойственность. Двойственность означает, что есть хорошие люди, а есть плохие. Ну, допустим, муж виноват в моей проблеме, дети виноваты в моей проблеме, начальник на работе, виноват в моей проблеме. В глобальном смысле слова одна нация виновата перед другой. Понимаете? Дальше двойственность рождает злобу, а злоба превращается в насилие. Вы слышали стадию? Теперь смотрите, если идёт молитва, что происходит? Первое, что происходит, вот мы начинаем молиться, допустим, да, все вместе. За что мы молимся? Вот здесь вот за что? За мир мы молимся, да? Человек не может жить без мира. Человек хочет только мира в жизни, только и всего. Поэтому в древней культуре собирались люди разных наций, разных традиций духовных вместе. И существовало такое понятие, как шанти-мантры. Шанти, слово шанти переводится буквально в смысле слова «мир». Самое главное, к чему должен человек стремиться, это мир, потому что мир означает контакт с Богом. В сердце должен быть мир. Мир, дому твоим. И так далее. Это тоже шанти-мантры. То есть как они звучат? Я желаю всем счастья. Я желаю всем мира, пускай не будет войны. Пускай удача будет в жизни каждого человека. Пускай никто не страдает. Это молитвы, которые можно читать всем вместе, разных традиций, разных культур, народов, всем-всем-всем вместе. Понимаете? Это шанти-мантры. Первое, что происходит, заканчиваются боевые действия. Четыре стадии я вам рассказал. Первая стадия происходит за счет молитвы народов. Народы начинают молиться, хотят быть ближе к Богу. Ближе к Богу означает ближе к миру. Потому что контакт с Богом, еще раз повторяю, означает мир в сердце. Если нет мира в сердце, нет контакта с Богом. Люди говорят, кланясь к святому человеку, первое, что возникает. Что возникает первое? Спокойствие, да? Спокойствие означает мир. И точно так же люди молятся, первое, что возникает, мир. Потом дальше, что идет? Заканчивается злоба. Потом дальше люди перестают различать хорошие думы, хорошие, а не плохие. То есть успокаиваются отношения между нациями. А дальше что наступает? Победа. Победа означает мир и счастье. Все довольны. Это означает, также политически все возвращается назад. Это факт, что все становятся довольны. И это возможно только с помощью действий вот здесь, внутри. Это исторический факт, что когда Сергий Радовичский молился, то наступила победа. Победа означает молитва всегда. Это внутри происходит, в сердце. Я уже рассказал сегодня, что последний раз, когда я это испытал, это было сегодня утром. Я сегодня поехал в Германию, в аэропорт, в Чехию, чтобы к вам прилететь. Это было раннее утро. И неожиданно поднялась буря. Снег. Там, знаете, дорога такая, то вверх, то вниз, вот такая, как мультика. Бывают вот такие вот люди живут на таких склонах. Вот прям такая картинка, вот так вот все. Вот. И резина летняя у человека. И мы ехали, и вот так машина пошла гулять по асфальту. Страшно необыкновенно вообще. То есть нам надо ехать же дальше, мы не можем остановиться, нам надо в аэропорт. Вот. И я просто начал раз, голос святого человека и молитва. Как только я начал молиться, то я наблюдал за водителем. В это время у него психика стабилизировалась. Он до этого, сначала страх возник в сердце. Потом он начал, как бы, ругаться на погоду, двойственность. Потом дальше он так начал кричать. То есть такое, как бы, ну, три стадии уже прошел, осталось только врезаться. Ну, я думаю, дальше не надо нам четвертую стадию жить-то хочется уже. И лекции читать дальше. Вот. И я просто, голос святого человека, начал молиться. Первое, что произошло, он раз, сфокусировался. Второе, что произошло, он раз, перестал думать о погоде. Третье, что произошло, раз, успокоился. Потом я смотрю, машина едет так, как надо. Вот ровно такая скорость, чтобы не скользить. А больше того, там потом дорога вверх пошла, у него летняя резина, вот по мокрым асфальту, невозможно ехать вверх вообще на машине. Она просто крутится и все стоит на месте. И он такую скорость выбрал, что она вот так едет и едет. Мы сначала крутились, а потом раз, я сосредоточился на молитве, и раз, он выбрал такую скорость, что едет и едет, едет, и едет, и не останавливается. И мы так проехали все. Потом вниз, и все, ни одной осечки не было, все, вот так вот, все проехали. Потом вышли из этой зоны циклона и нормально все, доехали. Я просто вам привожу какие-то простые примеры из своей жизни. Простые. А? А? Я вслух молился, да. Я не стеснялся. И он потом сказал спасибо за лекции и за молитву во время вождения, когда мы доставались. потому что это... А? А он из Праги. Он из Праги. Он сказал, я ни за что назад не поеду. И мы были, ни за что, говорит, один назад не поеду. Там был кошмар, то есть, ну, невозможно ехать. Итак, наша тема. Попробуем чуть попозже. Мы сейчас будем погружаться в беседу. Как правильно относиться к событиям и людям, которые совершают ошибки? Бывает, целая нация совершает ошибку. И как относиться правильно? Надо понимать, что всё в этом мире находится под влиянием времени. Время, энергия времени, она скручивает мозги. Понимаете? И причём, вот то, что сейчас происходит, это ещё цветочки по сравнению с тем, что происходило в 41-м году прошлого столетия. Понимаете? Целые нации, народы просто с ума сошли. Посмотрите, была мировая война, не то, что там два народа с ума сошли. А целый мир, понимаете? Там куча-куча военных событий сразу в разных уголках земли. Сейчас тоже, в принципе, то же самое происходит, просто это не системно, как было там, а разные, как бы, это так влияет время. Надо понять, что ход времени так действует, что ещё три года будет очень тяжело в этом плане. До 2018 года будут сгущаться краски, но не на Украине, вообще в мире, понимаете? То, что сейчас здесь как бы происходит, то, что я молился, увидел, что на Украине может быть трудно ещё в июне и июле. А потом должно быть развязка такая вот этого всего. Причём трудно, скорее всего, не на Донбассе, а где-то в другом месте. Я не могу точно сказать. Что-то ещё будет происходить такое. Может быть. Не то, что я как бы прогнозирую, просто я так вот почувствовал, что ещё что-то может быть. Потом будет облегчение. Даже сейчас я приехал в Киев, только самолёт приземлился, я посмотрел и увидел, лучше стало. Уже лучше, уже полегче, сердце получше, беспокойнее. Когда я приезжал в прошлый раз, было очень сильно, время действовало очень плохо, все были напряжены, отчаяние у людей и так далее. Сейчас уже отпускать началось. Понимаете, в этом мире действует время. Оно действует и на нации, и на народы, и на всю Землю может действовать плохо, тяжело. А также на жизнь отдельного человека конкретного. И эта энергия времени преодолевается только контактом со святостью. Первая стадия насилия пропадает. Насилие же в жизни может человеку быть. Вот представьте, человека бросает близкий человек. Вот у кого сейчас бросает близкий человек? Поднимите руку. Вы чувствуете насилие над вами? Дайте микрофончик женщине. Вот в белом девушке. Я просто сама, наверное, подвела к этому состоянию. Это два способа оценивать. Первый способ он плохой, второй способ я плохой. Это называется двойственность. И то, и другое называется двойственность. Без Бога выйти из этого состояния невозможно. кто-то должен быть плохим. Это все равно не помогает. Хоть вы плохая, хоть он. Вы плохая означает определенная стадия стресса, которая называется вина. Сначала мы ругаем, сначала шок, потом мы ругаем человека этого, гнев наступает. А потом я уже начинаю становиться плохой, в конце концов. А потом депрессия наступает уже вообще. Ну, у меня уже было четыре раза. Что? Ну, с этим человеком я четыре раза расставалась. Ну, значит, ну, нормально. И так все плохо. Ну, и сейчас наоборот. Мне показалось, что я уже второй год молюсь, и мне кажется, мне сейчас наоборот легче оценить процесс расставания, потому что... Вот смотрите, первое, первое, насилие, чувство насилия. Мучает меня этот человек. Ну, за что, за что ты меня бросаешь? Я столько сделала хорошего в жизни. Дети есть совместно? Нет. Это у меня после мужа. Серьезные отношения были с человеком. А, то есть это уже не муж был следующий, да? Да. А кто? Ну, как вы говорите, если с человеком спишь, значит, уже муж. Ну, так вот об этом и речь. После мужа вот такие дела пошли. Так он тоже муж, значит, был, если вы с ним вот так жили. Что же вы его мужем-то не считаете? Совсем уж, наверное, плохо дела. Ну, потому что он не мог остаться с семьей, которую отправил жить в Германию и постоянно продолжал отношения. А, бон, ну, что... Как в этом анекдоте, знаете, Петька пришел в шубе, вот, Василий Иванович говорит, откуда шубу-то взял? Он говорит, как откуда, говорит, нашел. Вот. А где нашел-то? На улице? И что там, как ты ее нашел? Да говорит, не, мужик запутался, еле распутал. Так у вас, как с мужем жила, никак в семье не мог расстаться? Нет, ее жена бывшая живет с другим мужем, официально замужем. А, она другую шубу нашла, да, я понял? Да. У вас там все серьезно запутано? Она официально замужем, все, я понял. Субами поменялись. Но все равно муж значит, это ваш муж значит. Молитва помогает во всем. Устанавливается мир. Мужчина решает или туда, или сюда. Он точно устанавливает, где ему жить. То есть, то, что его метают туда, сюда, это влияние времени. Что время делать? Двойственность оно делает. Сначала страх, потом двойственность, потом насилие. Вы дошли до насилия, то есть он вас начал бросать, пошло насилие. Вы начинаете молитву, насилие заканчивается. Как оно может закончиться? Думя способами. Если правильнее вам без него остаться, Бог вам это в сердце дает. Говорит, да успокойся, ты нужен тебе этот кобелин. Вот. У тебя все и так хорошо сейчас будет. Сейчас мы тебе поможем. Найдем хорошего мужика. Бог в сердце успокаивает. И раз, человек успокаивает, все нормально. У меня сейчас спокойно. Ну вот. Видите, уже близко значит. Но там потом вы не говорите, что я как бы сначала с мужем жила, потом с этим, а теперь с этим еще. Надо с мужем жить, потом уже будет, да? Вот так. Хорошо. Итак, люди, которые совершают ошибки, от них идет насилие. Когда от них идет насилие, первое, что возникает, боль. Второе, что возникает, дать по голове, сматериться, стукнуть кулаком по столу, сделать роспись другую в ЗАГСе и так далее. Это естественная вещь. Когда возникает боль, то естественная реакция вот такая. Особенно, когда сильная боль возникает. У кого-то гнев возникает, у кого-то обида, у кого-то шок и так далее. Ну, разные реакции как бы на одно и то же событие. Но поймите, что эта реакция не является основой для жизни и для поведения дальше. Дальше надо делать следующее. Несмотря ни на что, как бы вы внутренне не чувствовали по отношению к этому человеку боль, обиду и все прочее, и хочется с ним разобраться, прежде чем что-то делать серьезное, надо садиться перед алтарем, голод святого человека, настраиваться на звук, повторять молитву так же, как он, в таком же настроении. Потом постепенно это повторение начинает голос, постепенно этот звук доходит до сердца, соединяется с вашим голосом. Вы молитесь с ним синхронно, вместе. Когда вы начинаете вместе с ним молиться, постепенно вы чувствуете силу в своей молитве. Вы начинаете кланяться в святость. Сначала на звук настраиваться, потом, когда пошла сила, вам надо эту силу кому-то отдавать. И эту силу вы отдаете изображению. Это может быть святое место. Есть, допустим, иудейская традиция, там нельзя кланяться изображению святого человека. Но на звук можно концентрироваться. Тогда можно кланяться изображению священного писания. Или можно святого места изображению кланяться. Или как мусульмане кланяться имени Бога написанному. И так далее. Есть разные способы, понимаете. Но обязательно надо превращать служение в свое вдохновение, которое идет от звука. Дальше вы начинаете служить объекту святости. В это время, когда вы начинаете служение, вы успокаиваетесь. Как только вы успокаиваетесь, в эту же секунду всплывает этот габ такой, который бросил. Потому что это означает, что всплывает объем работы, понимаете. Объем работы. И первое, что происходит, это удар по сердцу. Удар. Я его никогда не прощу. Понимаете. Очень больно. Вот. И надо просто в этот момент застыть на звуки святого человека и на поклоне. Застыть. Думать только об этом. Я хочу жить только для тебя. Мне надоело думать о своих проблемах, о том, что у меня там произошло. Мне надоело. Не хочу больше так жить. Я устала уже от такой жизни. Надо концентрироваться на святом человеке. Потом раз, вот когда всплывает вот эта вот боль от того, что вот так с вами поступили, в этот момент она уже становится терпимой. терпимой. Вы можете ее терпеть. Дальше вы продолжаете молитву, кланяйтесь. Вспоминайте человека, который находится в зоне боевых действий. Боль нестерпимой, что он там находится. Продолжайте кланяться. Дальше что происходит? Постепенно вы начинаете чувствовать, что вы можете ему помочь, что это испытание очень сильное, но оно поправимое. Начинайте кланяться дальше, дальше, дальше. Думайте о голосе святого человека, молитесь. И постепенно появляется знание о том, что ему надо делать, чтобы избежать страданий. Вот ему конкретно, который там находится, в этой зоне. И вы ему это передаете, потом говорите. И это называется благословение уже. Потом, если дальше будете молиться, вы сделаете так, чтобы опасность не навала, его жизнь, чтобы была спасена. На это может уйти несколько недель или пару месяцев, но по-любому победа неизбежна. Никогда не бывает так, чтобы человек не мог победить события. Потому что события — это всего лишь объем работы. Мы не рождены здесь не для того, чтобы страдать, а для того, чтобы учиться правильно жить. Сначала боль. Эту боль надо победить в молитве. и тогда приходит то, что нам сказали во время лекции о том, что надо все принять и сказать Господь спасибо. Вот это Господь спасибо происходит на этой стадии молитвы, когда человек уже сильнее боли. Пока он не может быть сильнее боли, он не может принять судьбу, ему больно, он не может принять. Но когда он побеждает в молитве свое сердце, событие, которое выходит, становится не таким больным, в этот момент начинает отступать плохая судьба. Понимаете, с одной стороны, мы не можем к событиям и людям относиться хорошо, в принципе просто не можем, если это запредельная боль. Допустим, кто-то убил моего сына в этой зоне событий. Я как могу к этим людям относиться хорошо? Как я могу относиться? Это просто невозможно. И я как бы, когда вот сейчас было немножко по-другому, а когда я первый раз приехал на Украину, в прошлый раз, то глаза вот этой женщины, которая мне ставила печать, ну там, о въезде в Украину, которая сидела на вот этом пункте досмотра, олицетворяли, эти глаза олицетворяли, ну как бы, то, ну как бы я становился виновным за всех русских, понимаете, которые вот это все устроили. И я принял это от нее. Она сказала сначала на собеседование, мне сказала, идите, вы пойдете на собеседование. Потом, я когда совсем был согласен, она посмотрела на меня, не то, что она там обрадовалась мне, а просто она успокоилась и сказала, ну идите, все. Я прошу. Ну то есть, ее боль, она была связана со всем, что происходит, и я как бы принял ее боль. То есть, я взял на себя, потому что никакой смысл как бы что-то отрицать. Если что-то происходит, значит, ты должен что-то делать с этим. Я не могу сказать, просите, я в этом не виноват, я не участник этих всех вещей. Я просто посмотрел по-доброму на нее и начал в своем сердце молитву, чтобы то, что я в чем ответственен, как бы, чтобы я это выполнял, чтобы я смог выстоять ту обязанность, которую Бог на меня возложил. Так всегда во всех этих ситуациях надо действовать. То есть, сначала идет насилие и боль, а потом постепенно человек прощает, представляете, прощает даже убийцы. Можно простить даже убийцы. Но это не означает, что типа убивай дальше. Нет. Прощение в данном случае означает благословение, знание. Что люди в этупелом состоянии это все делают, они не понимают. Время так действует, что люди не соображают ничего там. Они думают, что они имеют право на все эти поступки, понимаете? Они понимают, что мир главный, а не то, что кто-то там кого-то, понимаете? Вот в этом заключаются проблемы. Что время создает такую двойственность и дикость между людьми, что они ничего не соображают. Они не понимают, где правда, где ложь. У них своя правда рождается. И причина этому так действует энергия времени, так действует судьба. Поэтому тот, кто живет в молитве, он тогда становится мудрецом. Он вне двойственности, он хочет просто мира. У него нет своих чужих, у него есть только обманутые люди, которые вовлечены в процесс страданий, понимаете? В котле вот в этом борется.